друзья добрейшего времени суток хотел первые кадры сделать с пасеки уже поехал со своим другом и еще парнишка с нами поехал как-то он нам помогал проводку делать в отпуск пошел берет можно с вами да ради бога езжай вот ну вот по дороге тут обстоятельства он еще ребята едут это наш земляк он семьей едет там дети супруга они отдохнуть едут на избушку на соседнюю и вот бич получается всей тайги вот в это время года это налить все мужики кто по тайге путешествует они меня поймут что вот февраль март и вот наледи они очень сильно заворачивает кровь так сказать особенно налить когда она ее давит из-под сопки она вот видите под уклоном под таким идет и автомобиль вот так вот в данном случае на сурфе у ребят стоит грязевка она довольно таки твердая резина и по льду фигово короче стаскивает сейчас посмотрим как наш сурф по и вот этот сурф с ремонта иваныч переварил там раму вставил кусок это все у нас телеграм-канале все это озвучивалось показывалось так что кому интересно можете зайти посмотреть как ванька там все переделывал ну сделал все очень ну это ванька это ванька этим все сказано так мужики там стравливаются но это одно из действенных один из действенных приемов в такой ситуации нужно стравить резину чтобы было более-менее безопасно лебедку уже зацепили вот трос установлен на дереве ну сейчас ребята стравятся и мы поедем дальше вот но здесь стоит зимняя резина она более мягкая поэтому я думаю мы пройдем чуть повыше вот сюда сейчас заберемся если получится вообще ходом все ходом кто знает как проходит налить должны понимать что машина должна ехать немедленно на определенной скорости тогда машина ходом проходит эти участки злополучные вот старились все полные мы под завязку под крышу сейчас еще останавливались лапник на нарвали в баню так что готовы и мужикам написали сейчас связи же есть по ватсапу написали что едем топите баню в свою очередь мужики написали ждем визите целый список подготовили все жена руль крутит муж направляет кин красавцы серега тут вот на будущее как бы планирует чтоб следующий раз вот он ветки накидывает чтобы они примерзли и что было немножко попроще у нас лебедки нету приходится подручными средствами обходиться все сейчас надо перецепляться или ехать но он уже стравился как бы все можно уже ехать все сейчас нужно ехать все все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Детишки, жена, все влез Клево Чуть была Тройной тулуп не показал Адон Викторович, веточек накидывает, чтобы они примерзали, чтобы нам туда было хорошо, что боком тут дрифт такой поставил боком, как дал без лебедки Да не нормально, ты наверх забрался, все, пошел четенько, ну все, пошагали Ну вот это что, пилу, пилу брать, лампа, да все тут, ну она не нужна, да, да, да все мы добрались собак погладили выслушали их жалобы вот эти собачьи и все выгружаемся у нас полная машина стекло так вот такие перестановки у нас тут братцы знаю видно не видно другого освещения у нас пока нет все забрал уже этот код код этот забрал от вай-фая но хотели никому не давать чтоб один телефон все один уже все за все завис вот все мне по работе горит надо слушаем тот место гораздо больше до диван оттуда убрали сюда давай у нас там и так уже паломник паломничество там кстати какой-то парень с калуги горит просился пожить три недели я говорю все с калуги хватит калуга калужский лимит до исчерпан все ну вот захотелось может тебе не знаем какой-то знакомых жарищи капец тепло я не знаю нет не представлялся он ташкент да тепло но все значит это эмоджи может сразу убрать и не пользоваться и мы их и не ставили и когда я тут ехал всю дорогу через не я ехал всю дорогу переживал думаю как андрюхе новой сказать говорю тут женщина с которой ты жил горю замерзла короче около печки что-то не смогла печку растопить или чё ну слова подбирал там или чё как она сдох дед максим да и расстроиться пешком пойдет там знаешь там ну проводить последний путь да и да совсем но и около печки нашли она печку не смогла растопить алкоголь но все колесо совсем спустила да нет только снизу наговаривать вот сколько соленья судрей темыч привез вот это вот хорошие гости сурис куба добра да виктор там что-то не говорю нет они ничего не передавала но она не знала скорее все что я еду не они не знали что и поэтому не передали так друзья доброе утро мы тут ходим от избы к избе продукты достали сейчас будем завтракать сейчас котлеты есть риса сварим и все и на рыбалку удочки вчера приготовили намотали вот удочки значит сегодня у нас вот такая погода да будет весь день черным черно все затянуто сейчас снег шарахнет но нас это не остановит от поездки на рыбалку мы все равно поедем тебя позавтракаем поедем нашел морковку а я думаю куда морковка пропадает вожу вожу она замерзла все у них тут сколько и килограмм черная звука бабка еще так внимательно наблюдает за резкой сала чтобы ничего мимо касса до нее не ушло вот это ты зря делаешь со стола кормить конечно не может расслабиться так это что с собой мы берем так взяли собак несколько собой для перестраховки викторович у нас за рулевого я за оператора все старуха так приехали на реку мужики ушли сюда первые сказали у них тут где-то ручейники спрятаны в реке осталось сейчас найти и мужиков ручейников хотя мы предлагали ручейники привести продавались у нас деревне сказали все есть вот она вот она всегда вот так да она она прям за руль и лапы ставит осталось завести только и все нашли какой-то плюс ну со вставкой пробурились и сразу в камне воды нету вроде бугор сейчас вот еще попытки сделаем глубины нету вообще и налить прет еще собачки наши которые с ошейниками кого-то угнали аж за колючку пограничником сейчас нам ремня наверно дадут 6 километров 200 метров и первый раз вижу что по ошейнике так брали далеко все у меня же в той сумочке все ты там подглядывая жека все сейчас и там долбанем в камень тут все русло не понять она все разлилась из-за наледи вернулись мы к старому переезду ну книг старому к нашему около пасеки угробили там кучу ножей где жека нашел плюс мы-то его не так поняли мы думали они нашли плюс там бурились и рыбачили оказывается ту рыбку которую он поймал он поймал здесь на этом плюсе а там он просто нашел длинный плюс и бугры были но там не было воды подо льдом и сбурили все со вставкой ножи по угробили сейчас здесь побудемся мы как бы не за рыбой не за рыбой приехали сюда так воздухом подышать виктор еще костер соображает видишь как ты чё дно надо палкой проверить а так сейчас на живхи захерачишь виктор зигарит что это что-то мы неправильно рыбалки не с того начали так ничего на ручейниках сюда посидишь до съемок давай опа скатерть самобран все получается бухнули да рука 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 не зимка так ладно включимся потом когда мы разберемся у нас что-то кстати на этой пасеке проблема с открыванием бутылок что они на новый год сейчас может что они на новый год шампанское не могли открыть что мы хотели корочку на прикормку что-то чуть-чуть пустить ну ну и нафиг переводить вот так друзья и рыбачим мы алкаши ну давай за рыбалку клево не бух получается мы как на природу с родителями помните раньше всех все же ходили костер там сало жарят вот мы и так же приехали сейчас лапшу сварим и на пасеку уедем туда пасеки 500 метров тем их пытается ловить что-то горит клюет вот уха у нас готова уже даже наваристая слушай мы также могли принципе посидеть где-нибудь там рядом с пасекой на ключе где воду берем не получится удочку негде было закинуть ну тут тоже не особо мест много для нее за удочка надо следить чтоб не это не угнали не тащили да так ну ладно давайте за прекрасную погоду хотя бы тепло налить тоже у нас просто два прибора чего ложки что крышки так все мы от рыбачились поклевок было много но короче поклевок было ни одной сейчас мы на пасеку я поеду собак искать еще переживаю за них ничего не снимал был расстроенный собаки потерялись 9 километров убежали все только вернулись даже ошейник снять не могу все во льду хлястик тут обледенел не вылезает как будто в этом сытый ну нет нет ну чё ты не где-то закрой пусть он отдохнет из латка там тоже без ног упала пришла в ту избушку малыша первый раз жизни запустили в тепло он в шоке как у вас тут устроено все да он первый раз вообще за дверь западут попал капец как они набегались а я туда приехал а там уже все колючка я туда не могу пролезть нарушение получается ждал ждал их там сюда приехал еще пемыч мясо жарил там баня я не снимал ничего расстроенный был думал чё завтра как быть так как собак ну думал на рассвете прибегут луны вообще нету снег идет они пришли все во льду весь обледенелый анкорка прям льда все во льду отдыхай все у меня прям камень из души блин малыш мальчик мой умничку мы красавица все отдыхай иди давай местечко найди себе под на раме мнение под на раме под сейчас он успокоится как будто он это сытый но злато тоже такая потому шабберку и нашли вы нажрались короче сейчас если побудет попукивать начнет если аппетитно все же это понимают когда сытый доброе утро друзья вчера после рыбалки почти не снимал за собак расстроился искал ездил не было настроение снимать но вернулись слава богу все мы тут греемся домой серёга не может на несколько дней приезжать а через неделю еще приеду снег у нас тут выпал небольшой пора виктор ищ доброе так этот заезд я купил сигареты у нас телеге реклама была и вот обратился но и на самом деле в 50-30 процентов дешевле ну марки такие они в табачках только продаются так что мужики этот месяц будут курить сигареты они табак с табаком что какие-то были сложности тут немного сырой подплесневый подплесневый или как правильно сказать короче попробуем на сигаретах ну по деньгам примерно так же получилось как табак короче потом попробуйте все скажешь как чё там если кому-то надо будет он в телеграм-канал можете зайти обратиться я ссылку дам где это все можно приобрести в ю тубе не будут озвучивать слушай у нас что-то вещей еще больше чем мы сюда ехали тиши а гастробайтера ну вещей что-то еще больше это я еще он аппаратуру свою не закладывал гастробайтера судушка у нас вот так реализована тут у нас уже сюда прикурка так все утрамбовались санин здесь скарб загрузили я через неделю приеду сейчас получается Что-то волка у нас развелось, вон уже километров пять едем, вон волчьи следы. И до этого тоже попадались, зверя перережут сейчас. Кто к дороге подойдет, то и все. Ну что, друзья, добрались мы до дому, решил зайти показать Иваныча проект, на какой стадии. Кстати, очень много с вот этого проекта, у нас были публикации в телеграм-канале. Кому интересно, заходите, смотрите. Ну все, он передок получается уже собрал, передний мост закатился, задний вон, примеряет. Пневмоподушки, все, видал у него компрессор, пневмоподушки видел. Ой, Иваныч, здорово, друг, но показываю. Не по форме? Ну, в смысле, не в робе? Что, передок все уже? А, Иваныч, передок все? Да нет, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Не, ну, с трю колеса все стоят. А вот же предпринимателям уже нельзя тут оставлять, еще без присмотра. А мы и не к тебе вообще. Мы кольщика привезли. Да? Ты там еще, раз, этот проект у тебя готов уже продолжить? Да, там есть еще. Есть место еще, да? Да. Слабо. 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 Слабо, не дармучитесь. Сюда, да? Да. Слабо. Вот он. А вот, Дружка тоже любит. А, не конечно, давай. Так, ладно, друзья, будем мы разгружаться. Все, через неделю и пойду опять. Любую возможность в это время я использую, чтобы побывать на пасеке, потому что продукты надо возить, корма. Будет распутиться весеннее, я не смогу заехать. Любой шанс использую. Через неделю тоже поедем. Ладно, берегите себя, близких. Всего доброго. Получается, эта шкрышка, она не просто там еще двигателя, а передний-задний мост на другом углу. А на этом углу углу сбора мощности. Там у нее все перепутано. Сейчас она тут помедленнее, это маленькая будет. Ну что, сейчас она. Прямая передача. Ну, помещенная прямая, пониженная. Ну, смотри, это не знает, насколько. Ну, щит.